Теперь вопрос заключается в следующем. Он едет это действительно для народа сделать или едет для того, чтобы скорректировать поведение Васильева в предвыборном периоде? Что это некая поездка ломовой лошади, которая должна, или ледокола, который должен пробить вот эту скалу льда, потому что отношение к Васильеву достаточно неоднозначное, прямо скажем. Вот эти, кто там пиарщики у него работают, кроме внутреннего протеста, там мы 100 километров дороги, мы 90 поликлиник, мы, блин, ну парень, ну опустись на землю, ну что ты, ёлки зелёные, что ты, ты, это государственные программы, тебя бы не было, всё равно бы это делалось. Ну что это такое? Мы, 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 мы. Какая-то ерундистика идёт. Чисто политический ад для того, чтобы пролоббировать, сыграть на симпатиях к Путину достаточно большой массы населения. В данном случае у бизнес-элиции есть как бы своя точка зрения. Эти люди не способны управлять Кировской областью. Команда подлежит радикальному изменению. Будет указка, как вы думаете, в день выборов идти голосовать за того-то или за того-то? Не будет. В отношении вот этих выборов не будет. Я уверен, что на большинстве предприятий, скорее всего, будет ситуация такая, ну, в общем, голосуйте, как велит ваша душа, так сказать. Сердцем пошли или проголосовали. Смотрите, за год правления Васильева у него нет успехов. И ему не нравилось, когда ему говорили, что вы не новые люди, так сказать, во власти. А когда люди перечисляют деньги, они начинают уже задавать вопросы. Понимаете? Они говорят, мы перечисляем деньги? Перечисляем. Вы нам даете какие-то крохи? Еще говорите? А вот, мы вам выделили дорожный миллиард. Еще плюс 100 миллионов. Ну, то есть вы это тоже не считаете успехом или заслугой новой команды? Миллиард нам еще. Что такое миллиард сейчас? Миллиард еще, я помню, Шаклеина выделялась в город по миллиарду. И что? Ну, больше, чем даже миллиард. Тогда выделили. А сейчас миллиард что? Что какая заслуга? Дороги, это проблема даже не области. Дороги, это достояние страны. Дороги, это то, что соединяет, объединяет нас в единую страну. И содержание дорог вдруг стало заслугой, понимаете? Какая это заслуга? Это обязанность. А второй тур между кем и кем вы ведете? Ну, конечно, Мамаев. Никиту можно было ловить везде. И разговаривать на любую тему с ним везде. А с Васильевым это сложно сделать. Но я думаю, что, в принципе, эта возможность вообще как таковая неподусмотрена. Потому что разница огромная. Открытость там. Ну, мы все сравниваем. При этом это было, кстати, присуще и Шаклеину. Он тоже мог на улице, его тоже могли бы поймать на улице, сдать им. Он тоже это делал и совершенно спокойно, уверенно. Вот понимаете, вот мы же с вами знаем уже много губернаторов. Да, там Даша Клеина, там еще Сергеенкова, Досергеенкова, еще Десятникова. Мы же, слава богу, как бы перед нашими глазами прошли очень много уже лезть. И на сегодняшнее сравнение не в пользу Васильеву. Субтитры сделал DimaTorzok